Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube канала, который ведет Юля Руфлорида. С вами сегодня снова Надя Эггерс, я ваш риэлтор в Центральной Флориде, точнее город Орландо и пригороды этого города. Дорогие друзья, один такой момент, я очень хотела с вами им поделиться, потому что это очень важно. У Юлии нашей взломали Facebook, Instagram аккаунты, ей не получилось их восстановить, поэтому она создала новые профили, новые аккаунты. И, пожалуйста, если вы захотите с Юлей связаться, пожалуйста, следите за ее сообщениями, она всегда оставляет в начале комментариев новые адреса. Это очень важно, если вы будете связываться по старым адресам, вы до нее не достучитесь. Да, julia.ruflorida, теперь мой новый адрес в Instagram. Мы с вами сегодня находимся снова в Winter Garden, это наш, так получается, излюбленное место, потому что здесь достаточно большое количество новостроек. Мы проезжали мимо этого комьюнити и просто не смогли не показать вам вот этот дом, эту модель. В этом комьюнити больше ничего не продается, уже все продано, даже эта модель, она продана, но то, что вы увидите внутри, вы поймете, почему мы захотели все же ее снять. Кстати, это же застройщик MI Homes, они строят такие же модели, просто уже в другом комьюнити, но сейчас там нечего смотреть, там сейчас пока лоты пустые, разбитые, поэтому они нам разрешили показать вот именно эту модель этого дома. Давай я расскажу, школы здесь отличные, сразу скажем, очень хорошие, это школы Winter Garden, недалеко до Downtown Winter Garden, инфраструктура, развязки, дороги, это хорошая логистика, то есть до всюду можно, до любой части города Орландо можно доехать достаточно быстро, 20-25 минут. Здесь также развита и своя личная инфраструктура этого города Winter Garden, недалеко отсюда торговая плаза с кинотеатрами, ресторанами, магазинами продуктовыми и со всем вытекающим из этих плаз, что там развлечения. Значит, эта модель конкретно, которую мы будем показывать, состоит из пяти спален и четыре с половиной ванных. Цена, вот этот будет интересный момент, цена этой модели, изначальная цена 713 тысяч долларов, но этот дом был продан за миллион двести. Представляете, представляете разницу, то есть, что входит вот в эту ценовую политику, да, естественно, лот, естественно, вид, здесь вид шикарный, лот очень большой, и, например, вот этот лот, сам лот стоил 150, а вот этот соседний лот сейчас уже, цены настолько поднялись, что он уже, и он, видите, он угловой. Этот сам лот только стоит 250. Вау! Вот, плюс все апгрейды, да, все, что там усовершенствовано, полы, плитка, это мы все посмотрим, когда мы будем внутри дома. И факт в том, что застройщик, вы можете ехать и видеть плакаты висят возле комьюнити, что дома начинаются от такой-то суммы, но там будет всегда какие-то предлагаться вам пакеты усовершенствованные, полы не плитка, а дерево, и гранит не гранит, то есть будет всегда, как бы, окончательный продукт, он будет подороже, чем базовая стоимость. А уж тем более, если такой вид. Тем более такой вид, да, сейчас посмотрим. Ну что, пройдем? Пройдем. С виду нам показался, ну, домик и домик, да, ничего особенного. Да, домик и домик. Так, кто нам открывает? Кто нам тут открывает? Ничего себе, какие люди! Это вы купили этот дом, механизм, привет! Добро пожаловать, к сожалению. Вау! Это еще не может. К сожалению, добро пожаловать! Мы над этим работаем, да, чтобы у Михаила был такой дом. Ну что, Миш, я передаю тебе руки, эстафету. Я расскажу вам про мой новый будущий дом. Всем привет! Надя поделилась с вами цифрами, как всегда, профессионально и замечательно. Я хочу вам сказать, что для меня лично этот дом был дом с сюрпризом, потому что с внешней стороны, если вы на него посмотрите, ничто не предвещает, что вы увидите внутри. Мы когда сюда зашли, честно говоря, мы были очень удивлены, насколько классные архитектурные решения, высокие потолки и плюс очень крутая профессиональная работа дизайнеров. Давай покажем пол. Начинаем с пола. Так, это здесь вроде как тук-тук дерева, да? Это паркет, да. Паркет. Хороший такой. Красивый коричневый. Посмотри, какое зеркало. Сейчас Юля будет играть вампира. Вот, смотрите, меня нет в зеркале, видите? А я стою. Ага. Обрати внимание на потолок. Потолок. Посмотри, как красиво панелями оформили вот эти три лампы. И смотрится, как будто ты пришел не в дом, а в какой-то концертный зал попадаешь или в театр. Ну, да. Плюс. Можно я скажу быстро? Представитель застройщика-менеджера, она сказала, что этот дом, они вложили в него все самое лучшее, чем застройщик гордится, потому что это был модельный дом. То есть этот дом показывали потенциальным покупателям, как он может выглядеть, чтобы его построить на следующем проекте. Они тебе не сказали, мебель остается здесь или нет? Нет, мебель это стейджинговая. И, кстати, я порасспрашивала про другой комьюнити, где они начинают сейчас строительство. И я реально была очень удивлена. Они сказали, что в том комьюнити у них будет всего 55 домов. То есть у них 55 лотов, сейчас там ничего нет, просто пустырь, который они сейчас делят на лоты. Но она сказала, что 55 домов, а желающих у них уже 1200. То есть нужно встать на VIP-лист. Или иметь знакомого у застройщика. Нет, это не... Сват-брат. Да, может быть. Но они говорят, что становится народ на VIP-лист. И по этому листу они уже выбирают, кто будет счастливчиком. И выкидывают, например, один лот. Да, один лот и, естественно, 1200 желающих на этот лот. И они отдают, начинают звонить тем, кто уже, у кого есть и приаппровал, а может быть и кэш. И то есть у них есть уже какой-то приоритет этого VIP-листа. Да, неплохо. Ну, слушай, по нему видно очень классный застройщик. Давайте. А мы его все никак не покажем. Так, мы начали с хода. Посмотрите, все шикарно просто. Да, и давай сразу, пока вглубь не будем уходить, пройдем налево. Так, налево. Проходи. Проходим. Так, это гостевая, как я понимаю, да? Да, это гостевая или родительская, знаешь, такие делают. Тоже знаю, как симпатично сделали. Здесь украсили панель. Вообще необычно. Ставили зеркала. Такого я еще не видела. Ну, вот карпет. Карпет, да? Какой хороший. Слушай, ну карпет необычный вообще. Да, очень. Знаете, что мне в моем будущем доме не нравится? Ну-ка, давай покажи. Дверки. Дверки очень стандартные. У меня конда за 120 тысяч долларов, которая помогла найти и купить Надю. Вот у меня такие же дверки. Да, да, да. И не такие, эти выше. Эти повыше, да. Вот так-то вот. Но вот эти, например, ручки, они со временем отваливаются. Я уже несколько раз прикручивал у себя. А вдруг здесь они крепкие? Хочется верить. Смотри, они и стену даже внутри раскрасили. Ты погляди, чего. Выдумщики какие. Опять стандартные, правда, да? Да, да. Ну ладно, моему будущему дому это прощаем. Прощаем, прощаем. Потому что ночью. То есть, вложив миллион двести покупателей в покупку этого дома, ему все равно еще придется делать жалюзи. Или что-то для окна закрывать. И гардеробные. Переделывать. Можно сразу же вопрос к Наде? Я помню, была пора такая, что можно с застройщиком поторговаться, например, выпросить у него, ну не выпросить, а как сказать, сказать, мы возьмем у вас дом, если вы нам весь дом жалюзьми завесите. Сейчас такое, наверное, не работает. Конечно, ну вы что, вы представляете, тысяча двести желающих на пятьдесят пять лотов, да? Но раньше такое было. У некоторых, я думаю, застройщиков, да? В моей практике такого не было. Можно было сторговать по цене, это было, да, очень даже спокойно. Раньше было сторговать по цене, там, двадцать-тридцать тысяч цены, и это как раз уходило на жалюзи или на постройку. Ну да, да, даже и больше, даже можно было и больше торговать, а сейчас такого нет. Это мы к тому, что повторяемся уже не первый раз, что время сейчас вот такое у нас. Да, так, а свет, свет, он остаётся здесь, здесь лампы красивые все? Свет, да, это да, ну хотя бы свет. Свет остаётся. Ну да, как всегда, мы и в предыдущих тоже домах говорили, что лампы, они не выкручивают, как правило. Ну, это как бытовая техника, это, ну, я не знаю точно по-русски, я сейчас буду опять мычать, но это называется fixtures, да, то есть то, что приделано, не двигается. То, что это мебель, тумбочки, это всё передвижное, и, ну, это не входит в пакет. Угу, понял, спасибо, будем знать, смотри. Так, окна мне здесь нравятся, большие такие. И потолки тоже. Потолки хорошие. Смотри. Картина замечательная. Какая-то блёстка не чихнула, получилось искусство. Так, заходим в ванну, и здесь классно отдельно ванная комната есть. О, смотри, как интересно. До конца сделали. До конца сделали, мы имеем в виду плитку, мыслили всё время, да, ищем, где же до конца, не до конца. Да, плитку выложили, не пожадничал застройщик. Смотри, здесь опять та же история, что это просто как декор работает. Здесь никакого функционала нет, поэтому придётся самому штангу там докупать и вешать красивые шторки. Так, а есть ли здесь доводчики? Давай проверим. По-моему, есть, да? Нету? Да что ж такое-то? Ну, не всё же, да. Не всё же, да. Правильно. Кстати, ты заметил, мы ещё ни одного дома не нашли, который вот прям настолько идеальный. И доводчики. Всё, чтобы было, да? И цвета были классные. Знаешь, что здесь мне нравится? А, прикольно, слушай. Рейки вот эти сделали. Рейки приклеили. Да. Напомню, сколько здесь спален, пожалуйста, я забыл. Эх, кто бы знал. Ну ладно, давай просто искать. Слушай, эту информацию знает Надя. Надя, сколько здесь комнат? Спален. Я просто... Посмотри, написано пять спален, я говорила в начале, четыре с половиной ванных. Давайте поищем. Поищем. Да, я как раз хотел в нашу любимую игру поиграть. Найди все спальни и ванны. Одну мы нашли. Так, окей, номер один. И сразу же попадаем в зону, в столовую, дайнинг-рум она же. Посмотрите, как красиво её оформили. Очень классно, мне очень понравилось. Во-первых, начиная с потолка, как там сделали, оформили рейками, этим всё покрасили. Здесь же вот это, как, знаешь, в замках у викингов. Кожа, кожа. О, интересно. Точно, кстати. Кожа на ремне. Это как ремешки сделаны, интересная дизайнерская такая задумка. Да. Тебе нравится? Очень, да. Класс. И покажи вот эти панели, которые в стене сделаны. Да, вот эти, да? Ты имеешь в виду? Да, да. Классные. Потолочные плинтусы везде, они же молдинги. Да, тоже. Здесь в тему всё очень органично. Скажи, Витя. На второй этаж попозже пойдём. И смотри, здесь колонна сделана. Да. Плюс две большие арки, которые объединены с общим холлом, что тоже очень классно, мне кажется, придумано в плане архитектуры. Здесь мы попадаем. Попадаем в кухню мечту. Да. Да, классно. Это у нас специалист по камню. Вот ты знаешь, это не камень. Нет, это не камень. Нет, это не пластик. Это вот типа кварца, это жидкий камень. Ты уверена? Да, смотри, он холодный. А говорили, что и тот тоже холодный. То есть... Всё холодное, кроме пластика. Это именно... Ты знаешь, почему пластик тоже может быть холодным? Потому что кондиционер, я думаю... Нет, 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 это точно не пластик. Сто процентов. Вы пока поснимаете. Я сейчас это уточню. Давайте делаем ставки, господа. Как мы любим. Слушай, ну, это вообще остров, кстати, прикольно смотрится, когда водопадом. Меня подписчики научили, что вот такой москошный остров – это водопад. Классно, классно. Здесь классная, достаточно большая раковина, очень вместительная. Здесь где-то должен быть измельчитель, но его, по видимости, спрятали, убрали. Чётенько там, что я взгляд. Вот, видишь, какая здоровая большая. Слушай, и широкая, посмотри, какая. А, здесь вот как раз, где можно хранить крупы. Пантрей. А, пантрей. Вон, даже написано пантрей. Соль, сахар и так далее. Но ты знаешь, что меня смущает? Вот такие стеклянные двери, они тебя обязуют, чтобы у тебя там был идеальный порядок. Да, да, да. Заходи. Ну, у некоторых всегда везде порядок, знаешь. Может быть, это не совсем для нас. Да, это, конечно. Да, это работает, для sure. Еще знаете, что я понял? Вот, посмотри на плитку. Плиточка очень даже симпатичная. Очень симпатичная. И здесь до конца выложено. Да. Но вот не хватает, например, как у найденного, любимого застройщика, у которого есть кузнец, до конца делают вот эти кабинеты. Да, да, да. Ты понимаешь, если бы вот сделали до конца кабинеты, то вопросов вообще не возникало бы. Да, да, соглашусь. А здесь плитку, видишь, только одну часть фартука положили и... И уже не совсем. Ну, видишь, начали придираться. Ну, а как же без этого? Это кварц. Кварц! Я угадала! В гриме. А потому что он разный, он очень разный бывает. Специалист по камню. Видишь, не зря я спец. Посмотри здесь на полочки. Они здесь все покрашены. Потому что видно. Да. Ты видишь? Да. А если, я думаю, мы заглянем вот сюда, здесь будут... Ку-ку. Да. Там не покрашены. Там, как всегда, сделан вот этот дерево. Ну, ничего страшного, мы это тоже прощаем. Подсветка зато здесь есть, я так понимаю, там наверху. Да, кстати. Раз фасады не до конца. Вот такой современный. Холодильник входит, интересно, в комплект. Дом продался все, что есть, кроме мебели. Дом продался, ну, все продалось, кроме мебели. Все, я понял. Слушайте, ну, мне очень нравится эта эрия, вообще дайнинг. Я просто смотри, я даже не знаю, куда идти. Да, да, да. Не, давайте сосредоточимся здесь, мы еще не все посмотрели. Посмотрите, какие потолки классные, как продумали. Они, кстати, дублируются, как мы в прихожей показывали. Здесь тоже в таком же стиле сделаны эти панно. И, конечно, вот эта стена. Стена такая. Вот я просто думаю, это неужели такие обои сделали они толстые? Нет, это какая-то слюда. Или нанесение. Специальная штукатурка такая. Камень. И здесь вот уже эти все. Смотри, и внутри сделали вставку. Это дерево. Зеркала. Красиво смотрится. Очень красиво, богато все, да? Да. Грамотное расположение. Ну, на мой взгляд, кухня, как Надя любит говорить. Моешь посуду, смотришь телевизор, и тебе весело. Ага. Вот, поэтому тут прям хорошо так пространство организованное, общаешься с гостями. А для более уютной и такой комфортной обстановки зона есть справа с красивым, шикарным видом, где ты можешь с семьей завтракать, обедать и ужинать. Да. Слушайте, мне очень нравится, что здесь много окон. Окон. Согласен. Очень много. Можно сказать, панорамный. Даже вот эти карнизы здесь тоже поработали. Я смотрю заглушки на этих карнизах, ну, обычно это бывают такие стандартные, либо пластиковые, простецкие, просто маленькая заглушка. А здесь, видишь, под цвет подобрали, и серые вот такого. Красиво. Не просто так. И окон, конечно, да. Класс, класс. Вот здесь будет зона, чтобы удобно было из бассейна выходить, попадать в туалет, и, я думаю, здесь душевая есть. Пойдем посмотрим. Так, а вот мы еще пропустили. А потом сюда зайдем. Хорошо, договорились. Вот дверка. Что тут как раз? Верка, все прозрачное, посмотрите. Но вид мы вам покажем потом. На десерт. Да. Вот тут зашел, значит, с улицы, и здесь вот, пожалуйста, руки помыл, искупался. И душ. Душ. Плиточка, смотри, до конца, и зеркало здесь до конца. Ого. Да, и плиточка. Прям как мы любим смотреть. Ну, совсем другой вид, ну, скажи. Более богато. Десять из десяти. Да, богато выглядит. Согласен. Я теперь смотрю стыки везде, знаешь? Ну, стыки здесь везде, кого-то не возьми. Нет, ну, я пока... Ты мне лучше покажи дом, где суперидеальные стыки, да? Да, да, да. Так, и здесь. Угу. Красота. Одна из любимых, да, женских особенно зон. Смотри, смотри, здесь фасады серенькие сделали, без ручек. К сожалению, да. Да, да. Носочки повесили. Такие крутые стиралки. Вот здесь, кстати, это дополнительные зоны. Я даже не знаю, для чего она используется. Хранить, знаешь, вот эти все моющие средства. Ну, кто на что гораст. Здесь можно использовать для хранения порошка, ну, да, моющих средств, а также можно, например, складывать носки постиранные, а потом раз в неделю их связывать. Да. Или вот так, смотрите, смотрите, вот так вот носки в прищепку собираешь. Знаешь, почему я это предложил, ну, задал тебе этот вопрос, потому что, ну, я не так часто стираю. Я хочу сказать, что у меня машинки с такими же поддонами, и у меня они используются для того, что когда сыну надо что-то постирать, а у меня в сушилке там еще вот что-то просушилось, он оттуда все достает и трамбовывает в эти подносы. Я потом бегаю и ищу, где моя одежда. И вот как бы потом начинаю смотреть, искать, и открываю поддон, а оно там все вот как бы утрамбовано. Спасибо, Света. И приходится гладить. Так, а это что? Посмотри, как здесь стена еще интересная форма. Это выход в гараж. Упс, а мы заглянем. Гладь, что? Открыт. А слушай, почему такой маленький, можешь сказать? Это потому что часть еще относится к другому офису? Так, как ты думаешь? Мы тут посовещались. Ага, консилюм. Действительно гараж за той стеной находится еще, там офис, то есть это один большой гараж, разделен перегородками. То есть, когда уже владелец, тот, кто купил этот дом сюда въедет, естественно, этот офис, они переделают это обратно в гараж. Но сейчас, как мне сказали, они у этого владельца снимают этот дом как модель. Да. То есть, арендуют у него. Какое-то время. Какое-то время, да. А потом они уже, когда построят похожую модель в другом комьюнити, они, скорее всего, переедут, перегородки все уберут и будет полноценный гараж. Понятно. Все. Идемте дальше. Спасибо. Все понятно. Все прекрасно. Ой, красота все равно такая. Идем в ту зону, посмотрим. Да, да, да. Не говори. Пойдемте в хозяйскую спальню. Здесь небольшая такая зона проходная. Интересная такая. Туда ходят. Все так необычно распланировано. Посмотри, какой красивый. Как много окон. Класс. Шикарно, да? Ну, вид здесь на миллион и больше. И больше. Какая светлая комната. Да. Вот что я люблю, когда много окон. Я это поняла. Мы все это любим. Только такой дом. Мы все хотим, чтобы у нас было много окон. Ну, что, скажем еще про кровать или как это, вот эта задняя стена кровати шикарная. Да, она тоже интересная форма. Причем это не так сложно на самом деле. Ну, вот эти все рейки, панно, мне кажется, даже такой можно готовы попробовать найти и собрать. Плюс зеркала. Да. То есть рамку сделала из зеркала, пространство увеличилось и уже симпатично смотрится. Да. А мы проходим. В хозяйскую ванную. Окей. Ух ты, ух ты, посмотрите. Какое большое зеркало. Два. Смотрите, и для мамы, и для папы назовем их так. Здесь дискриминации нет, они одного размера. Ну, хорошего. Ну, хорошего. Да. Скажите. Посмотри, плитка какая на полу. Плитка глянцевая. Симпатичная. Без доводчиков. Да, что ж такое. Кстати. Какой-то красивый, посмотри. Да. Стеклянный. И тоже до конца, как мы это любим. Смотри, полностью, да, выложили. Да. Очень красивый. Такая прям. И цвет приятный. Он какой-то бирюзовый, коричневый, серый. Серенький. Да, что-то там прям такая мешанин цветовка. И смотри, какое окно тоже приятное. Кстати, Юля, я помню, ты спрашивала, да, как в таких ваннах мыться. Да, скажите, пожалуйста. И я что-то размышлял на эту тему и понял, что в принципе в домах, которые больше миллиона или так далее, когда стоит вот так отдельно ванная, она не предназначена как раз, чтобы прям, как мы, знаешь, натираться, мыться и так далее. Ты в ней просто релаксируешь, пьёшь вино, читаешь книжку, слушаешь музыку, здесь же свечи у тебя горят. Правильно. Пеной наполнена, всё, ты полежала, отдохнула, дальше ты встала, перешла в душевую, и там уже... Всё сделаешь. Мочалка из себя от души. Да, да, да. Как ты красиво описал, мне захотелось набрать эту ванну. Мне очень захотелось, да. Тем более, что жарко. Ну вот, я как раз размышлял на эту тему и думаю, вот такой ответ, что в них просто так, как мы думаем, не моем. Правильно. Смотрите, какая размирая душевая вообще кабина. Просто глиточка тоже до конца, всё так шикарно. А это вообще, смотрите, центр управления полётами. И так же посидеть можно рядом с душем, а не, знаешь, от дохода. Да. И так. Ага. Туалет. Закрывается. Смотри, какая большая комнатка. Да. Туалетная. И картины тоже висят. Всё красиво. Практически жить можно. А вот дальше мы проходим. Гардеробная. Гардеробная мечты, как говорится. Но заметь, тут она одна для него и для неё. То есть нету раздельных, что мы заметили. Ещё прикольную тему застройщик показал, какой толщины поролон или что там за материал прокладывают, изоляцию делал, чтобы помимо звука, но и дом ещё хорошо сохранял холод и тепло. И холод, и всё подходит. Да, и он вот как раз такой муляж делал. А это... Да, да, да. Стены, да. Да. Здесь это как это. Поле чудес нас любимое. Открываем буквы. Смотрите. Крутите барабан. Да, здесь бетонные блоки. Вот как раз первый этаж, из чего строится дом. Второй дом – каркас, как вы помните. И здесь между этими блоками именно у этого застройщика прокладывают вот такую пену. Да. Это необходимо для того, что когда блоки эти бетонные нагреваются, то они могут давать трещину. Расширяться, потом сужаться. И это амортизирует. Да, и вот это как раз работает армитизатором. И это фишка этого застройщика. Не у всех такое. Вот так вот. То есть вот они всё показывают. Из чего всё сделано. А ещё мне очень нравится этот островок. Здесь можно хранить свои драгоценности, например. Ну. Или нетрагоценности. Здесь можно присесть, обуться, погоревать. Не говори. Например. И красивый сам, посмотрите, вот это что. Это гранит. Это гранит, но такой красивый. Смотри, да, красивый. Он какой-то, много коричневого в нём цвета и красиво смотрится. Короче, ставим пять. Точно такой же гранит на поверхностях, возле умывальников. Очень красивый. Такой за рассветки. Красивый. А, подсветка, видите? Да, да, да. Классная. Как у Лады, как у Девятки, знаешь, в России. Ага, да, да, да. Так, а здесь у нас что? Полочки. Вот опять небольшой недочёт, который мы замечаем. Но не должны двери вот так друг друга открываться. Это правда. И причём, вы видите, она ударяется. Это не есть хорошо. Не есть. Согласюсь. Конечно, когда покупаете такую недвижимость, надо обращать застройщика на эти недочёты. Здесь вот как раз полотенец. Да, для полотенца и так далее. Ну что, идём второй этаж изучать. Ой, ну мне очень нравится мастер-бедрум и своим видом. И такие зеркала большие повесили. И вообще сочетание цветов мне нравятся светлые и тёмные. Такой контраст красивый. Юлёк, ну когда я буду путешествовать, то я буду тебя просить оставаться здесь со своим мужем, присмотреть за домом и за моей собакой. Хорошо, я буду рада. Пожалуйста, хозяйская будет твоя. Пойдёмте на второй этаж. Ещё хотела сказать, что мне очень нравится в домах второй свет. Вот здесь он при входе, посмотрите, просто огромный. Мне даже не позволяет мой штатив всё показать. Великолепие. И лестница красивая. И дверь красивая. И дверь красивая. Так много всего красивого в этом доме. И даже вот такая, казалось бы, картина, вроде бы, ничего не понятно, но очень красиво. Вписывается. Да. Пойдём наверх. Всё, идём наверх. Так, что тут у нас? Ну это уберут, это просто, чтобы люди не подскользнулись сейчас. Кстати, вот это достаточно стандартная штука, да? Вот эти вот. Это не кованые, но это вроде бы какое-то железо. Да, да, да. Это дерево. Перила стандартные достаточно. Но зато ж здесь на лестницах не ковролин, а что это? Паркет. Паркет. И сразу же попадаем. Пойдём покажем ещё одну красивую зону. И сразу же попадаем. Да, и глаза разбегаются. А бонусную зону, она, кстати, интересно сделана. На неё ещё надо чуть-чуть подняться немножечко. Совсем. Вот какая красота. Во-первых, она здесь сделана как игровая зона. Здесь, то есть, можно ещё и бильярд установить. Ну, как обычно, мы говорим, что вашей душе угодно, то её установите. Плюс, если у вас вечеринка, компания, то здесь есть барная зона, где тоже можно классно отрываться. И не беспокоить, кстати, соседей. Мне кажется, здесь достаточно удобно. Ага. Да, да. Ну, и самое крутое, что вот у этой бонусной комнаты есть, это веранда. И на втором этаже, да, веранда опупенная. Вот дом ещё строится. Ну вот, ну вот, ну вот. Так. Шикарно привыкаешь. Выходите, гости дорогие, да. Ну и ты, пятачок, заходи. Заходи, да. Класс. А вот это мы покажем позже. Ну, тут будет, конечно, аллигаторов, тьма-тьмущие. Будем им имена давать. Этого Геннадия, этого... Вася, Петя. Анатолия и так далее. Так, вот здесь будет всё красиво, когда построится соседний дом с этой стороны. Вот он достроится. Плюс с этой стороны будет дом. Ну, он будет стоять не здесь, так что ваш вид не будет закрыт. Ну, не ваш и не наш, к сожалению. Да, Юль, не знаю, это вам на усмотрение, сами выбирайте. Вот тот дом, вот хоть, чтоб вы вот моими соседями были и жили вот в нём. Я тоже. Посмотрите, посмотрите. Вот этот дом шикарный. Он один, такая фазенда. Да. И вокруг поля. А вон там, смотри, ещё какой затесался. А, да-да-да-да, вдалеке. Ну, ладно, это будет мой, я согласен. Надин тот или этот, или Юлин тот или этот. Ага. Ну, в общем, разберёмся. Что, спускаемся дальше? Нет, ещё не спускаемся. Не спускаемся. Посмотри, как сделали переход цвета от голубого до жёлтого. Да, слушай, это обои, я вижу. Это обои, они в треугольниках такие сделаны. Ну, такое. Интересно. Да. Ну, видишь, здесь цвета савлюли. Цвета, да, да. Нет, несмотря на то, что они совершенно разные, ну, то есть достаточно контрастные, но они все сочетаются. Гармония остается. Да. Да. Слушайте, вы вообще подходите. У тебя платьишко, да. Идите сюда. Вообще классно. Смотри, вы вообще сочетаете здесь. Ну, на самом деле, мы не специально. Да, хоть заставку делай такую. Класс. Так, посмотрите. Так, это куда переход у нас? Это сюда. А, спальни, спальни, спальни. Ох. Интересно обратить внимание, что они в каких-то комнатах выбрали ковролин, а в каких-то дерево. Ага. Так, здесь у нас дерево на полу. И здесь детская спальня. Ух ты какая. Посмотри, как необычно сделали мои любимые шторы. Здесь просто крючки такие понавешивали, то есть здесь нет гардины. Да, да, да. Ну, заметь, вот всё равно же классно смотрится, когда есть шторы. Вот если бы здесь были просто голые стены, уже не такое. Особенно для девочки они в виде тюлей сделали. Вообще, мне кажется, прям самое то смотрится. И какая мебель, диваны тоже. Ну, всё так в тему они подобрали, да? Ну-ка, гардеробную посмотрим. Так, гардеробная. Прикольно. Они её, смотри, как тоже оформили. Ну, это, возможно, вот это они заберут. Ну, покрасили её необычно. Так, здесь у нас что-то. А вот здесь, смотрите, они уже сэкономили. Да, решили не париться вообще. И сделали очень стандартный вариант. И плитка обыкновенная, стандартная. Да. Девочку немножко обделили. Обидели. И поверхность не камень. Да, вот это пластик. Вот это пластик. Вот потрогай. Видишь, он не холодный. Ну, такой пластик вообще уже редко. Да, да. Даже пистка напала. Ну, как бы совершенно стандартный пакет для ванной даже. Минус. Как-то обидно в таком доме. А Надя молодец. Надя нашла. Ну, а что, так и есть, правильно. Есть у кого учиться. Да. Смотри, какая картина. Просто её приблизь немножко. Да, слушай, ну вообще. В цветах. Ну, слушай, всё подходит, да? По цвету они молодцы. Подобрали всё такое в тему. Даже я не знаю, как этот стиль назвать. Это даже не арт-деко. Нет, мы уже знаем, как называть. Все стили эти смешанные мы называем. Фьюжн. Да, фьюжн или контемпори. Нет, это чуть-чуть другое. Другое. Ну, в общем, я знаю, что смешанный и, в общем, так его называем. Вот тоже, пожалуйста, ещё представитель фьюжна. Классно. Это комната для мальчика. Да, сразу видно. Вот, обратите внимание. Как это называется? Спорт лакросс какой-нибудь? Это лакросс, скорее всего. Лакросс, я угадала, я угадала. Нет, это не софтбол. Это лакросс. Лакросс? Угу. Окей. Я, кстати, хотел давно задать вопрос, девушки, может, вы встречали или нет. Я вообще в домах не вижу полок для книг. Ну, вот подумайте просто. Помните, какие бы дома мы ни смотрели, вообще очень редко можно встретить полки для книг. Полки для книг встроенные, да? Я просто помню, вот даже в России у нас всегда было стандартно полки для книг. И они даже, если у тебя красивые книги, они классно могут украсить твой интерьер. А ещё сейчас я видел некоторые дизайнеры, что делают. Они не вот так выкладывают книги, они вот так разворачивают. Здесь какая-то обязательно красивая картинка. Ох ты ж. Да, то есть они нашли этот вариант, и он действительно, мне кажется, клёвый. Тебе не надо какие-то там большие картины, полотна за бешеные деньги покупать. А можно всё оформить с помощью книг и полок. Ишь, как интересно. Слушай, а это что, как сделали, ты думаешь? Слушай, я думаю, это стандартную такую рамку из ДСП какого-то сделали. Да, да. А внутри? А внутри обои. Обои, да, это же никто тут не красил, не сидел. Да, да, да. Да, я вижу стыки, всё хорошо, разобрались. И вот тоже интересно, смотри, здесь макет вот этой клюшки, которые играют. Ловушки. Ага. Вот, смотрите, окошко. И вот тут вот будет, значит, у нас ещё один домик строится. У него самый шикарный вид будет, посмотрите. Потому что он угловой, он ещё дороже. Соседкой будешь? Ага, буду. Смотри, очень даже вместительная. Да, для мальчика-то скажи. Да, и цвета тоже красиво, смотри. Это, кстати, покрасили. Да, это всё покрасили. Краска. Ну, слушай, уютненько. Мне это даже комната больше мальчишачья нравится, чем девчачья. Чем девчачья. Так, получается, мы нашли... А слушай, а у него нет отдельной ванны? Ванны, да. Я думаю... Здесь две комнаты делят ванную. Вы сейчас обратите внимание. Вот. Причём уже эта ванная не такая простецкая, как была у девочки. А, слушайте, здесь уже всё по-нормальному. Ну, более-менее, кстати, и вот эта плитка лучше. Плитка, да, уже нестандартная. Да, да, да. Соглашусь. Вот интересно, как так? Я не знаю, потому что они могли бы чуть-чуть. Это же ведь надо, да? Совсем немножечко. Причём... Они хотели показать на примере, там, на одной комнате, почему, смотрите, полы где-то, дерево где-то, ковролин, они, видимо, хотят показать, если это ковролин, какой это материал. Также, наверное, хотели показать на примере той ванной комнаты, как выглядит стандартный пакет. Кстати, да, всё очень прям логично. Согласен, согласен. Так, мы нашли внизу одну спальню, здесь уже две детских. Так, ещё одну. Получается три. И здесь вот четвёртая спальня. Вот она. Уже для взрослого ребёнка, либо гостевая. Ну, так похоже. Ну, да. По интерьеру. Ты посмотри потолок. Посмотри, ничего на потолке. Я вообще не понимаю, что это такое. Здесь... Я буду прыгнуть хотела. Слушай, это какие-то ДСП, типа панели, на которых какой-то принт нанесён. На принт, да? Да. Не, ну, мне нравится, прикольно. Интересно. Необычно, как минимум, такого я нигде не видела. Интересная задумка. И знаешь, вообще вся комната, опять же, в одном стиле выдержана, да? В общем, девушки, обратите внимание. Вы видите, что, в принципе, не так сложно, не какие-то сложные сверхъестественные материалы. Из простого можно сделать интересную конфетку из комнаты. Слушай, и по цветам так очень интересно они сделали. Смотри, комод даже подходит. Да. Всё такое клёпанное, как будто бы, да, какой-то здесь живёт авиамеханик. В авиационном стиле всё делаем, даже этот, видишь, тоже. Да-да-да, молодцы дизайнеры, конечно, молодцы. Так, и что у нас здесь? А, гардеробная. Гардеробная. А там свет даже есть, посмотрите-ка. Гардеробная хорошая тоже такая. И эта спальня, и та спальня, их делит вот эта ванная, которая называется здесь в Америке Jack and Jill. Здесь, естественно, кондиционер, но здесь закрыли, не показывают. На всякий случай. Ну и что мы теперь будем с пятой спальней делать? Потому что мы её не нашли, здесь указано, что пять спален. Слушай, а не может быть всё-таки, что вместо гаража это и есть? Нет, подождите, одна же спальня у нас была там, почему ты посчитала в одну? Точно. Запутались. Мы нашли пять спален. Одна гостевая, мастер. Мастер. И три. Две детских и одна гостевая. Все пять нашли, слава богу. Я гуманитарий. Спасибо тебе математик. Ну что, пойдёмте смотреть, прекрасный вид. Проходи. Так, вот, 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 вот. Люстры тоже классные. Смотрите, три подряд висят. Так, лестница тоже такая очень большая. Крутая. Крутая, да. Крутая, в смысле, спуск крутой или... И в том, и в том. В двух вариантах. Как красиво можно раздвинуть. Так, микрофончик дайте, пожалуйста. Надя. Давайте, я говорю, смотрите, как красиво можно раздвинуть и оставить такую, как бы, открытую. Да, панавраму такую, да? Да, панавраму. Очень классно. Вау. Тусить. Позвать друзей. Для вечеринки. Красота. Лепота. Вообще вид. Красиво. Очень красиво. Мне кажется, Надя, этот вид даже не на миллион, а больше. Ну, это точно, это точно. Озеро дикое такое, да? Мне нравится, что оно дикое, а не искусственное, как часто бывает, вырывают небольшие озерца. Но это, конечно, лучше, чем ничего. Согласен. Это супершик. Да. Мари-бассейн тоже, как всегда, сделана окантовка плиткой, а внизу на дне бассейна укладывается пластер. Это смесь цемента... Камешков. Да, крошек различных, в общем. Его кладут. И можно, кстати, любой цвет выбирать, насколько я знаю, да? Да, и у них там тоже можно сделать замес побольше голубого, побольше белого. То есть, смотря какого оттенка воду вы хотели бы иметь. Можно разных цветов, да. Красиво ещё чаши вот эти водопадом сделали. И вот эти вот штуки, я знаю, лежаки, да, их можно вот сюда ставить в воду и в водичке плескаться, загорать. Полный релакс. Да. Ну что мы... Супер, супер, супер. Здесь не хватает. Или, может быть, мы пока... А, вот смотрите ещё. А, кухни. Кухни, да. Вот вроде бы что-то такое есть, но без самой кухни, да? Столик есть красивый такой. Ну, сюда прикольно, наверное, выходить, да, завтракать. Классно. Но нужен какой-то навес, потому что очень жарко. Да, это точно. Согласна. Здесь вечером с друзьями, знаешь, когда солнце ушло, тогда прикольно здесь. А представляете, какой здесь рассвет красивый или закат. Ой, мы очень хотим представить, но будем стараться, чтобы не представляли, а наблюдали. Да. Друзья, вы, наверное, поняли, почему мы не могли проехать мимо этого дома, не могли с вами не поделиться такой красотой. Оставляйте ваши комментарии, если есть какие-то вопросы по застройщикам и в каких других комьюнити они строят. Но не забывайте, что очередь у них очень большая. Спасибо девушкам, спасибо вам, что смотрите. Надеюсь, вам наша экскурсия понравилась. Обязательно, да, пишите комментарии. И в конце хочу вам, каждому, кто сейчас смотрит, пожелать такой дом или похожий, но точно с таким шикарным видом. А, да, и ещё переходите на Мишин канал, у него тоже много чего интересного. Ссылочка в описании. Спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок